Вероятно, я вынужден буду принести свои, скажем так, 90% извинения по поводу плаката агитационного кукриниксов, показанного в прошлой передаче, где, соответственно, советский летчик-бомбардировщик и немецкий протягивают друг другу руки и бомбят, соответственно, город Лондон. С этим плакатом все не так просто, и сейчас мы посмотрим и на этот плакат, и на его варианты, и на то, что из этого следует, и почему, черт возьми, ожидать можно всего на свете. Вот смотрим мы на эти плакаты, и мы читаем налево. Назначили народы-братья над вражьим городом свидание. При каждом их рукопожатии трещит имперская Британия. А на правом плакате последняя строчка чуть иначе. Но от этого рукопожатия не поздоровится Германия. Так, сюжет точно тот же самый, но плакаты немного разные. И вот видите, на правом написано «Кукриниксы 41», это вполне похоже на истину, и бомбы черные, самолеты условные. А на левом написано «Плакат карикатуры Кукриникса в 1940», а здесь уже все гораздо тщательнее выписано. Совершенно. Вот что вызывает сомнения с одной стороны. Почему это сначала они были такие тщательные, а потом они стали такие примитивные. Ну, можно сказать, а вдруг, знаете, это в октябре 41-го года Москва там начинала бежать и потеряли формы в типографии, а нужно было сделать как можно скорее, как можно скорее, да еще с английским. Тяп-ляп сделано должно быть вчера, а то расстреляем, и сделали вот такое вчера. Ну, хотя я не знаю, есть ли возможно это. Это можно допустить, но вряд ли. Теперь, значит, высказывались критиками справедливые соображения, что вот на левом плакате красный самолет советский, он похож на ЕР-2. Знаете, он не очень похож на ЕР-2. Он разве что двухкилевой, потому что у него нижнее остекление скорее похоже на Ил-4, он же ДБ-3Ф совершенно на ЕР-2. Вот нижнее не похоже. А немецкий, значит, самолет, это на самом деле английский Хендли Пейдж Хэмптон. Вы знаете, у упомянутого Хэмптона, у него внизу такой прилив, внизу кабины, то есть там стоит еще пулеметная турель, которая стреляла назад, вниз. То есть это вот толстенькой кабинкой, тоненький от нее шел хвостик, балка такая с двумя килями. И что касается вот этого совершенно условного остекления, да, можно сказать, что это также похоже на Дорние, понимаете, 17 и 217 и 215, ну, на что угодно. Но скорее все-таки, скорее все-таки едем дальше. Опа. Вот видите, здесь на правый плакат, не будем обращать внимания, да здравствует Единый фронт. А вот центральный, здесь уже опять же летчики советские и английские пожимают друг другу руки и бомбы падают на Берлин. Ну, там можно рассмотреть, на этом буллом фоне написано Берлин, а слева то же самое, переделано уже в немцев слегка, ну, видео очень многое. И, может быть, это элементарно в фотошопе сделано как фейк, и уже большинство склоняется к тому, что это фейк. Вы знаете, сейчас я думаю так. Ну, 90, 92, 94 процента, что это действительно фейк, а несколько процентов все-таки не совсем. Вот почему я считаю, что эти несколько процентов не совсем. Ребят, 40-й год. Давайте себе представим, что такое было 40-й год. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на следующую фотографию, вот на эту. Это бомбардировка Хельсинки с советскими бомбардировщиками. Вы, в конце, значит, ноября, по-моему, 30 ноября бомбардировка, 39-го года, начало Зимней войны. И эти бомбардировщики взлетали, кстати, с аэродромом в Эстонии, ну, чтобы было как можно поближе к Финляндии. И вот это вот то, что в Хельсинки, вот это вот одно в Хельсинки, видите, милая совершенно история. А вот это вот, кто был в Хельсинки, вот эта площадь прямо недалеко от порта, понимаете. Вот это вот памятник Александру Второму, который даровал Финляндии дополнительные права, и финны из-за этого хорошо к нему относились. Вот это вот тоже горит. Вот это вот, понимаете, это конец 39-го, зима 39-го-40-го года. Учтите обстановку. А вот это, видите, испанская война. Это значит годика за два-три до этого. Вот мы видим здесь Сталин, а за ним Гитлер, а за ним Муссолини, а за ним товарищ британец. А кто там в колпаке, я не пойму, но, видимо, француз, потому что гальский колпак. И все они подбрасывают дрова в печь Испания, чтобы, значит, раздуть упомянутый мировой пожар. Ребята, дело в том, что бомбардировка Хельсинки, смотрим еще раз на бомбардировку Хельсинки, вот как эти дома выглядят, она была второй в истории в это время бомбардировкой мирного города после Герники в Испании. Вот Герника, это 1937 год, это знаменитые, понимаете, снимки, обошедшие весь мир, это знаменитая картина Пикассо, это, я не помню, сколько там было, около 200, по-моему, убитых, а в Хельсинки было около 100 убитых при этих бомбардировках, без всякого, понимаете, повода на самом деле. Вот Испания, а вот Хельсинки, а вот эта вот карикатура, это как изображали на Западе, это английская карикатура, советско-финскую войну. Вот этот маленький, значит, это финн, а вот этот большой это Сталин, которому залепили снежком, стал быть, в глаз. А вот это сидят остальные товарищи на лавочке в Европе, нейтралы, и на все на это смотрят и обсуждают. Вот в какой обстановке, теоретически, мог бы быть создан такой плакат. А дальше у нас, посмотрите-ка вот на следующую карикатурку, пожалуйста, там, где серп и молот, и товарищи Сталин и Гитлер. Не правда ли это все вполне неплохо? Это вот в мировом восприятии, понимаете, ведь в мировом восприятии толком это началось когда? Сейчас мы с вами посмотрим на всю польскую кампанию, которая была, значит, вторая половина, конец сентября 1939 года. О, вот оно, братское рукопожатие. Товарищ немец и товарищ русский. Вот, а здесь смотрят, вот это два советских, вот это один немецкий, ну а сбоку девушка и маленький подросток. Это, значит, очевидно, благодарное население встречает. А вот следующая фотография, смотрите, сидит советский танкист, вернее, похоже, бронеавтомобильщик, а напротив стоит немецкий танкист. Почему танкист? Ну, потому что черный китель и черная пилотка с Кантом. Кант должен быть оранжевый, это форма танкистов. И вот мы видим пару немецких солдат, пару советских. Вот этот вот, по-моему, это три кубаря. Ну, то есть это не, это кубаря или треугольник. По-моему, треугольники, товарищ старший сержант. Вот, кто он есть. Это прекрасная дружба. А вот это вот, ну, знаменитая фотография, простите, опять в центре Гудериан, а справа в черном плаще комбриг Кривошеев. Ну, Гудериан стал вскоре вообще мировой знаменитостью, а комбриг Кривошеев стал генералом, героем Советского Союза. Дополнительная пикантность в том, что комбриг Кривошеев был иврей. И что, однако, не помешало нацисту иврею стоять рядом? Бывает, бывает. А вот следующий, вот он, парад. Вот он отдает честь. Тот, который командир части подразделения рядом с водителем. И вот они стоят, отдают честь. А вот, смотрите, уже идет автомобиль с пулеметной установкой, зенитной. А вот уже идет знаменитый этот тягач-транспортер Ганимак, который очень любят снимать в кино колес на гусеничные. Вот это вот тащит пушечку небольшую, полевую, а по виду, по короткому стволу, вообще горную пушку. А вот это вот уже советские товарищи. Вот, смотрите, советский легкий танк проходит мимо колонны стоящих, оглядывающих на него, немецких мотоциклистов. Вон за ним следующий. Вот, вот он идет. Здесь, по-моему, уже начался шапочный разбор. Уже люки закрыты. А вот этот, вот, командир броневика, замечательный, значит, бронеавтомобиль. Вот это вот он отдает честь. Вот это вот товарищи немцы. А вот, смотрите, дальше у нас идет такая вот газетка. Это декабрь того же 1939 года. Пожалуйста, главе германского государства, господину Адольфу Гитлеру, прошу принять мою признательность за поздравление, благодарность за ваши добрые пожелания. Иосиф Сталин. Ну, пожелания и поздравления. Это 21 декабря у Сталина был официальный день рождения. А вот Риббентропу знаменитая фраза. Благодарю вас, господин министр, за поздравление. И вот она, сапраментально все цитируют. Дружба народу Германии, Советского Союза, скрепленная кровью. Имеет все слова, не быть длинной, прочной. 1939 год, товарищи. 1939 год, вот она газетка-то, да? А вот эта знаменитая история, 1 декабря 1939-го. Вот подпортили немного товарищу Сталину день рождения. Это знаменитое интервью редактора газеты «Правда» о лживом сообщении агентства «ГАВАЗ». Швейцарская газетка, не помню сейчас название ее, как эта газетка швейцарская называлась, которая первая это опубликовала, о том, что товарищ Сталин прислал следующий ответ. Сейчас мы поговорим о том, что там было, понимаете, в этом сообщении. Что пишут, что не Германия ведь напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв для себя ответственность. И после открытия военных действий Германия обратилась к Франции и Англии с мирными предложениями, а Советский Союз открыто поддержал мирные предложения Германии. Так что правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны. Вот таковы факты. Это была реакция на ту самую знаменитую речь Сталина, по поводу которой 19 августа на узком круге членов Политбюро товарищ Сталина произнес в Москве, при этом одни серьезные исследователи считают, что это подлинник, а другие серьезные исследовали, и исследователи считают, что это подделка. Речь о том, что да, если мы заключим Советский Союз, то есть заключить договор с Францией и Англией, то войны не будет. Будет ли это нам выгодно? Скорее нет. А если заключим с Германией, то война начнется наверняка, и вот тогда мы можем получить выгоду свою, вступим в действие тогда, когда надо. Ну, а сейчас в сети открыто висит эта речь товарища Сталина август 1939 года, любой может прочитать. Вот в этих вот условиях миролюбивая Франция, то есть миролюбивая Германия и агрессивная Франция и Англия, и дружба, скрепленная кровью с Германией, товарищи, можно поверить во многое. Ну, согласитесь, да? И вот когда мы смотрим после этих вот газеток, после этого чудесного польского прохода, вот любуйте, пожалуйста, как выглядело это все в глазах так называемой мировой общественности. Вот Сталин и Гитлер идут как жених и невеста, ну, злобная такая карикатура, вы понимаете, здесь и свастики, и серпы с молотами совершенно вместе. Все это, конечно, совершенно оскорбительно, но это про то, как это воспринималось в мире, вы понимаете? А вот у нас идет следующая карикатура, вот шагают по дороге Гитлер и Сталин, оба поднимая руки, пальцами такие жесты, оба с пистолетами, и у них одни ноги, значит, по одной ноге каждого связаны, идут они по одной дорожке. Вот понимаете ли, как это в мире воспринималось? Вот следующее, вот это вот, значит, над трупом Польши. Они друг другу делают жесты сердечной благодарности. Вот это воспринималось, вот товарищ Сталин, товарищ Гитлер, и каждый держит револьвер за спиной. Все это оправдалось. И вот это уже кончается вот этой вот карикатуркой. Гитлер, прости меня, товарищ, но это казалось такой хорошей возможностью, вонзает другу Сталину кинжал в спину. Вот так это все делалось, ребят, понимаете, вот так это все воспринималось в этих условиях же. Вы же понимаете, и все знает, что такое. Ведь много лет отрицали, нет, мы не хотели напасть, и сейчас нет, мы не хотели, говорят некоторые. Полюбуйтесь, пожалуйста. Вот это вот краткий русско-немецкий военный разговорник для бойца и младшего командира. Военный сдат наркомата обороны, 41-й год. Смотрим дальше. Захват железнодорожной станции разъездом или разведывательной партией. Отличный разговорник. Как называется эта станция? Где телеграф? Прекратите передачи, иначе застрелю. Где склады? Где горючие? Где выходные стрелки? Куда ведет путь? Вправо, влево? Необыкновенно оборонительный разговорник, да? Нет, конечно, доктрина наступательная. А вот горы. Где дорога? Пройдет ли грузовая машина? Как называется перевал? Как выйти в долину? Где вода? Проходит ли дорога по ущелью? То есть это разговорник-то, вы понимаете, для тех, кто идет на чужую территорию, а не воюет на своей. Вот полюбуйтесь, вот его оглавление, пожалуйста. Читать лучше снизу. Ориентировка нашего парашютиста. Захват первичный допост пленного. Населенный пункт. Захват железнодорожной станции. Передвижение транспорт. Вот такой разговорник. А вот теперь, вот теперь подписано к печати, смотрите, 5-го, 6-го, 41-го, повторяю, 5-го, 6-го, 5-го июня 41-го года. Это значит еще что? Это у нас еще две недели с ГАКом до немецкого нападения. А уже разговорники такие выпущены. Вот, посмотрите, это вот другой разговорник, точно то же самое, 5-го и 6-го, 41-го. Вот в каких условиях, понимаете, могли появляться, просто подчеркиваю, могли гипотетически подобные плакаты. Потому что вот на закуску, посмотрите, вот плакат на искусство Советского Союза. О, смерть мировому империализму. Ну, мировому, никак не иначе. А мировой империализм где? А везде, кроме первой в мире роднопролитриата. А вот товарищи, угнетаемые капиталом рабочие рура, ждут вашей помощи. Рура. Того самого рура, который в Германии, который потом оккупировали после Первой мировой, и французские войска, чтобы Франция выкачивала оттуда уголь и железную руду. Ну, потому что Германия не могла платить деньгами, уже не было столько денег, сколько наложили. Вот, товарищи, я с вами рабочим рура. Вот это я не мог удержаться просто как образец искусства. Долбанем. Ну, поскольку я не могу сказать, что никогда в жизни не употреблял алкоголя. Ну, иногда, как все знаете, да, вот это вот долбанем и красной кувалдой по большой синей бутылке. На кувалде написано, если кому не видно, культурная революция. А стихи, между прочим, Демьяна Бедного. Пламенно, гневно, долбить ежедневно на каждом шагу и так далее. Так, ребята, от таких плакатистов можно ожидать всего. А вот, посмотрите, это к трехлетию октября, правда. Да здравствует всемирный красный октябрь. Никак иначе всемирный. Ну, это, конечно, малая часть всех карикатур, всех газетных заметок, всего на свете. Потому что, вот, посмотрите на закуску кусочек в газете. Это уже 42-й год, 5 апреля 42-го года. Красная звезда. Шведское сообщение о бомбардировке города Хаппаранда и фашистские провокационные вымыслы. Стокгольм, шведское телеграфное агентство сообщает, что была бомбардировка, сбросили бомбы. Очевидно, это был железнодорожный мост, бомбы упали на шведской стороне и так далее. И, значит, примечание ТАСС. Никакой советский самолет туда не летал. Вопрос, а кто еще мог бомбить Швецию? Нейтральное государство Швеция была полезна Германии тем, что Германия получала из Швеции железную руду, а также отчасти никель. Больше нигде Германия это все иметь не могла. Германия была заинтересована в том, чтобы в Швеции все было в порядке. Через нейтральную Швецию, сколько было нейтральных стран, Швеция да Швейцария, с которыми все имели дело, нужно было налаживать какие-то международные контакты. Так что с какой целью разбомбили? А кто его знает? А вот чтобы немцы не получали труду, но кроме нас, простите, это уже в другом смысле, можно процитировать чудесный совершенно слоган десанта «никто кроме нас». Вот никто кроме нас такие вещи сделать не мог, понимаете? Это уже мелочь, это забыто, никто никогда ничего не докажет. Но вы понимаете, вот так все делалось оно. Так что еще раз извините, проверять, разумеется, все нужно лучше. Ну вы видели. Теперь, может быть, вы получили чуть-чуть большее представление, кто-то из вас, о том, как выглядела обстановка в предвоенный период. Вот какова была политика Советского Союза, чего можно было ожидать и от тех, кто издает приказы, и от тех, кто заключает договора, и от тех, кто дает заказ на плакаты и пишет эти плакаты. Потому что, я повторяю, еще раз извините, вероятнее всего, конечно, этот плакат фейк, хотя есть ничтожная вероятность того, что не совсем. Но вот то, что бывает, вот простите уж, то, что бывает. В следующий раз, при любых сомнениях, разумеется, не ставим ничего, что вызывает сомнения, или говорим сразу, вызывает большие сомнения, и предлагаем вам также усомниться. Ну что же, всего самого доброго, до встречи, не сомневайтесь ни в чем хорошем, и сомневайтесь во всем, в чем не уверены.